Пластиковые карты В каких-то определенных случаях можно получить мгновенный кредит практически не выходя из дома и в любое время. Удобство пластиковых карт неоспоримо. Банкомитент, то есть тот банк, который выпускает пластиковую карту, может ее выпустить не только физическому лицу, то есть ту привычную карту, которую мы с вами пользуемся, но и организациям и предпринимателям. И такие карты принято называть корпоративными. Как я уже успел сказать, корпоративные карты открываются организациям, индивидуальным предпринимателям, но распоряжаться этими картами, то есть теми средствами, которые будут находиться на карточном счете, могут обычные физические лица. И организация, либо предприниматель должен будет установить перечень уполномоченных лиц. Обычно уполномоченными лицами назначаются сотрудники, которые часто бывают в командировках, а также снабженцы и ответственные за хозяйственную часть, то есть те лица, которые по долгу своей службы постоянно подосчетны за полученные денежные средства. Поэтому для ускорения расчетов на имя уполномоченных лиц и имеет смысл открывать такие корпоративные карты. Перечни работников, которые вправе пользоваться корпоративными картами, утверждаются приказом руководителя организации, либо непосредственно самим индивидуальным предпринимателям. При заключении договора на выпуск корпоративной карты банк открывает отдельный счет. Это счет именно организации или предприниматели, а не гражданина, несмотря на то, что на пластиковой карте корпоративной будет указана фамилия конкретного физического лица, которого мы уполномочили. Номер этого счета похож на номер расчетного счета. И у негосударственных коммерческих организаций номер этого счета будет начинаться с привычных вам значений 407.02, а у индивидуальных предпринимателей соответственно с значений 408.02. К открываемому специальному карточному счету может прикрепляться сразу несколько корпоративных карт, то есть ровно столько, сколько вы определите у полномоченных лиц. Банк по условиям договора может определять расходный лимит, то есть ту максимальную сумму, которая может быть потрачена за день, либо по одной транзакции. Это все, в общем-то, делается в большей степени для того, чтобы обезопасить средства, которые находятся на карточке. Скажу сразу, что законодатель как таковой лимит не устанавливает, и об этом я еще немножко скажу попоздней. Расходный лимит может быть единым, то есть устанавливается на все карты, которые открыты к данному карточному счету, а может быть индивидуальным, если у банка есть такая техническая возможность. Какие же корпоративные карты выпускают организациям и индивидуальным предпринимателям? Во-первых, банки, как правило, имитируют карты двух платежных систем. Это Visa и MasterCard. Во-вторых, банки могут имитировать карту как в рублях, так и в иностранной валюте. Это уже в зависимости от пожеланий клиента. И в-третьих, на сегодняшний момент банки могут выпустить три вида банковских карт. Это расчетная, так называемая дебетовая карта, кредитная карта и предоплаченная карта. Организациям и индивидуальным предпринимателям, то есть для предпринимательской деятельности, могут быть выпущены либо расчетные дебетовые карты, либо кредитные. Предоплаченная карта по 266-му положению Центрального банка выпускается только в отношении физических лиц. Дебетовая карта предполагает, что для совершения операций по карте используются средства организации. То есть произвести расчеты по дебетовой карте можно лишь в том случае, если организация или предприниматель заблаговременно пополнили свой банковский счет, который привязан к карте. Одним словом, организация сама может регулировать остаток по счету, переводя туда денежные средства. При недостаточности или отсутствии денежных средств на банковском счете банк по условиям договора может предоставить овердрафт, то есть фактически произвести кредитование карта. В этом случае при последующем пополнении карточного счета денежные средства в первую очередь пойдут на погашение овердрафта. Но даже если условиями договора не предусмотрено предоставление овердрафта, иногда могут возникнуть такие ситуации, когда денежные средства со счета списываются в большем размере, чем они есть. То есть возникает некий технический овердрафт. Как правило, такие ситуации возникают, когда сотрудник организации рассчитывается за товары, работы и услуги в иностранной валюте, а дата списания денежных средств не совпадает с датой транзакции и из-за изменения курсов может произойти вот такой технический овердрафт. Поэтому организациям в данной ситуации необходимо обязательно отслеживать состояние счета постоянно и при появлении такой технической задолженности своевременно пополнять. Хочу сказать, что некоторые банки сразу в условиях договора предусматривают, что при получении технического овердрафта им дается право списать денежные средства с любого другого счета, который открыт в этом банке. Кредитная карта предполагает, что расчеты с использованием карты осуществляются за счет кредита, то есть за счет средств организации. Фактически это означает, что организация заключает с банком кредитный договор и получает карту. Как и в любом кредитном договоре, определяется лимит, в пределах которых кредитуется организация, срок, на который предоставляется кредит, процентная ставка, порядок погашения. Условия кредитного договора также будут справедливы для овердрафта, если он предусмотрен условием договора. Итак, мы с вами определились, что организация или предприниматель может открыть в банке корпоративную карту, платежную систему, мастер-карт, либо виза, может открыть карту в рублях или в иностранной валюте, может открыть дебетовую, либо кредитовую карту. Какие же операции можно совершать с использованием корпоративных карт? Во-первых, можно получить в банкомате наличные денежные средства. Находясь на территории Российской Федерации, можно получить наличные денежные средства в валюте Российской Федерации рубля. А находясь на территории иностранного государства, можно получить наличные денежные средства в иностранной валюте. Но их целевое использование должно быть строго для оплаты представительских и командировочных расходов. То есть наличные деньги и средства имеют строго целевое использование, когда вы их снимаете за границей. Есть еще один маленький нюанс. Он, как правило, обсуждается при заключении договоров с банком, но банки иногда склонны придерживаться такого правила, что в день по карте корпоративной можно снять сумму, не превышающую 100 тысяч рублей или эквивалентную сумму валюте. Это правило установлено в 266П и они носят рекомендательный характер на банке в целях защиты, опять же, средств организации и предпринимателей. Иногда идут на такую меру и устанавливают такой лимит для снятия. Во-вторых, и это основное, банковская карта предназначена для осуществления безналичных платежей. На территории Российской Федерации они практически не ограничены, если нет прямого запрета или ограничения на их совершение. К такому запрету можно отнести заработную плату. То есть нельзя выплатить заработную плату сотрудника, перечислив ее на счет корпоративной карты. Это счет 40702, если организация перечисляет корпоративную карту, я про него вам уже говорил. Это и логично, потому что счет корпоративной карты это счет организации, а не счет работника. И не важно, что на пластиковой карте будет указано имя работника. Поэтому заработную плату мы будем перечислять на личную карту работника с балансовым счетом, который начинается с цифр 408.17. Корпоративной картой можно оплатить приобретаемые хозяйственные товары, заправку автомобиля, оплатить гостиницу, находясь в командировке, приобрести билеты через интернет. Можно оплатить приобретаемые товары и все, что угодно, если поставщик имеет терминал для приема банковских карт или подключен к системе эквайлинга. Законодатель не устанавливает максимально допустимый порог при расчете банковскими картами для организации и предпринимателей, в отличие от расчетов наличными денежными средствами. Я напомню вам, что на сегодняшний момент действует лимит расчетов наличными денежными средствами, который составляет 100 тысяч рублей. На территории иностранного государства с помощью корпоративной карты в безналичном порядке можно оплатить командировочные и представительские расходы. То есть, опять же, мы говорим о целевом использовании денежных средств на территории иностранного государства. Кроме того, в соответствии с 266-м постановлением Центрального банка, картой на территории иностранного государства в безналичном порядке можно оплатить иные операции в иностранной валюте при соблюдении требований валютного законодательства Российской Федерации. И несмотря на то, что перечень этих операций, по сути дела, является открытым, я бы не рекомендовал этим блокпотреблять. Так как существует большая вероятность того, что при таких расчетах банк может запросить договоры своевременно, а в некоторых ситуациях необходимо такие операции проводить только при надлежащем и своевременно оформленном паспорте сделке. Итак, вы определились, какая карта вам нужна, расчетная, дебетовая или кредитная, рублевая или валютная, и заключили с банком договор. По сути дела, открыли банковский счет, по которому могут совершаться расходные операции. И, собственно, для этого мы с вами его и открывали. И первое, что необходимо сделать, как и в случае с открытием обычного расчетного счета, уведомить налоговую инспекцию по месту учета, а также фонд социального страхования и пенсионный фонд. Причем сделать это нужно в срок, не превышающий 7 рабочих дней. В противном случае, организация может быть привлечена к ответственности со стороны контролирующих органов. На экране вы видите формы таких сообщений, действующие на дату записи нашего семинара. Поэтому, когда вы будете уведомлять налоговые фонды, проверьте актуальность действия этих форм, так как эти формы сообщений весьма часто меняются. Какие еще необходимо оформить внутренние документы? Я уже упоминал о приказе, в котором будет утвержден перечень уполномоченных работников, на которых и будут выпущены пластиковые карты. Кроме того, организация в целях установления контроля за держателями корпоративных платковых карт может составить положение о порядке использования средств. То есть, работник должен понимать, что средства с корпоративной карты не могут быть им потрачены на личные нужды. Кроме того, необходимо в таком положении определить срок, в течение которого работник должен отчитаться обязательно о целевом использовании денежных средств и произведенных расходов. И нелишним также будет указать о том, какие документы к тому авансовому отчету, по которому он будет отчитываться за корпоративные карты, он должен будет представить. Как правило, в этом же документе предусматривается и ответственность работника за непредоставление или несовременное представление документов, а также ответственность за нарушение условий договора непосредственно с банком. Например, при несовременном сообщении банку об утрате или хищении корпоративной карты, блокировке операций по карте в случае его хищения или утраты, передача корпоративной карты третьим лицам и разглашение коэффициальной информации, включая пин-код. Сотрудники, которые получают корпоративную карту, должны быть ознакомлены в подростке с указанным документом. Этот документ является обязательным для применения всеми сотрудниками, на которых оформлены корпоративные карты. Как правило, корпоративные карты получают в банке бухгалтера. Для того, чтобы наладить учет, в выдаче корпоративных карт рекомендуется завести определенный журнал учета выдачи корпоративных карт, в котором целесообразно указывать номера карт, фамилии, имя, отчество держателей, даты передачи карты и даты его работнику, и даты ее возврата, когда она заканчивается или сотрудник увольняется. А также факт выдачи корпоративных карт необходимо подтвердить подписью и учетного работника, и подписью сотрудника. Банк за выпуск корпоративных карт и за открытие счета может брать комиссию. Эта комиссия в бухгалтерском учете отражается в составе прочих расходов по дебету счета 91.2, прочие расходы. При исчислении налога на прибыль банковская комиссия учитывается в полном объеме в составе вне реализационных расходов в соответствии с подпунктом 15 пункта 1 статьи 265 Налогового кодекса. Если организация уплачивает единый налог при упрощенной системе налогообложения с объектом налогообложения доходы уменьшены или величину расходов, то также банковская комиссия может быть в полном объеме учтена при исчислении указанного налога, если, естественно, комиссия оплачена в соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 346 Налогового кодекса. И еще хочу обратить ваше внимание, как бы мы всегда с вами помним о том, что у нас действует статья 252 Налогового кодекса, согласно которой все расходы должны быть экономически обоснованы и документально подтверждены. То есть обязательно должны быть документы на банковскую комиссию. Такой порядок учета банковской комиссии будет также справедлив и для последующих комиссий, которые банк может брать за обслуживание счета, за СНС-информирование, за снятие наличных денежных средств с карты. Денежные средства, зачисляемые и расходуемые со счета, должны учитываться обособленно. В соответствии с планом счетов бухгалтерского учета и инструкцией по его применению, банковские карточные счета относятся к специальным счетам в банках и учитываются на отдельном субсчете к счету 55 специальных счетов в банках. Как правило, для этого открывается отдельный субсчет. Аналитический учет необходимо будет вести по каждой открытой к нему пластиковой карте, то есть в разрезе сотрудников, на которых эти карты и выпущены. А в некоторых ситуациях аналитический учет необходимо построить и в соответствии с условиями договора, например, когда устанавливается платежный или какой-то лимит. Поступившие денежные средства на дебетовую карту отражаются по дебету счета 55 в корреспонденции с кредитом счета 51 расчетный счет или 52. Это обычная операция, которая оформляется платежным поручением или заявлением на перевод. Но это далеко не единственный способ пополнения карточного счета. Карточный счет можно пополнить, если это предусмотрено условиями договора с банком, внося наличные денежные средства непосредственно из кассы по объявлению на взнос наличными. Или, если позволяют технические средства у банка, и это предусмотрено условиями договора, пополнить карточный счет можно через терминал с функцией кэш-ин. Пополнить в данном случае карточный счет может лишь уполномоченное лицо, то есть лицо, на которого выпущена пластиковая карта. И в последующем это лицо должно будет отчитаться за то, что полученный подотчет денежные средства из кассы он внес непосредственно на карточный счет. И в качестве оправдательного документа для подтверждения этой операции у него будет банковский чек, который выдает терминал. Хочу также обратить ваше внимание, что иногда дата зачисления денежных средств на корпоративный карточный счет может не совпадать с датой совершения операции по пополнению счета. По договору с банком. По расчетной дебетовой карте, как мы уже говорили, может быть предоставлен овердрафт. По сути это кредит, поэтому его поступление будет отражено в бухгалтерском учете по дебету счета 55 специальные счета в банках и кредиту счета 66 расчеты по кредитам и займам краткосрочным. Хочу также обратить внимание, в первую очередь, организации, которые применяют упрощенную систему налогообложения, что пополнение карточного счета не является с точки зрения статьи 41 Налогового кодекса не признается экономической выгодой, а значит не увеличивает налогооблагаемую базу и не является доходом. На практике, к сожалению, такие ситуации иногда встречаются, что когда организация или предприниматель перебрасывает деньги с расчетного счета на карточный счет, увеличивается налогооблагаемая база. В том случае, если принимается решение об открытии кредитных карт, то по сути это означает, что получен кредит банка, который зачисляется на карточный счет. В течение срока кредита владелец карты пользуется только заемными средствами, предоставленными ему банком. В этом главное отличие кредитной карты от расчетной карты с эверграфтом, который применяется только тогда, когда на счете недостаточно денежных средств для совершения расходной операции. По окончании срока кредита владелец кредитного счета обязан вернуть банку сумму кредита и начисленные по нему проценты, в соответствии с условиями договора, причем независимо от того, был ли использован кредит или не был. Порядок отражения в бухгалтерском учете операций, связанных с использованием кредитных банковских карт, немного отличается от порядка учета операций с применением расчетных карт. При отражении в учете расчетов с помощью кредитной карты используется счет либо 66-й расчеты по краткосрочным кредитам и займам, либо 67-й расчеты по долгосрочным кредитам и займам, в зависимости от срока предоставления кредита. Зачисление на специальный карточный счет кредита, предоставляемого банком и эмитентом, оформляется в учете следующей проводкой – дебет счета 55, кредит счета 66, либо 67. Особенности формирования в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетной информации о расходах, связанных у организации заемщика при использовании заемных средств, регламентируются всем знакомым нами ПБУ 15-2008, который так и называется – учет расходов по займам и кредитам. В бухгалтерском учете у организации заемщика сумма процентов, начисленных за пользу заемными средствами, включается в состав прочих расходов и отражается на счете 91, субсчета 91.2 прочие расходы. Возврат полученного кредита и уплата на численных процентов отражается по кредиту счета, учета денежных средств, дебетом счета 66, либо 67. Проценты за пользу кредитом или оверграфтом начисляются в бухгалтерском учете обычной записью по дебету счета 91.2 в корреспонденции с кредитным счетом 66, либо 67, в зависимости от срока получения кредита. При этом для цели налогообложения расходы в виде процентов за пользу заемными средствами нормируются в порядке, установленной статьей 269 Налогового кодекса. Любое списание денежных средств с карточного счета, за исключением только комиссии банков, оформляется как выдача денежных средств в подотчет, то есть привычной бухгалтерской записью по дебету счета 71, только в корреспонденции с кредитным счетом 55. Еще раз подчеркну, неважно, рассчитался ли работник при помощи карты за товары, работы, услуги или что-то купил в интернете, либо снял наличные денежные средства, в бухгалтерском учете мы признаем дебиторскую задолженность за подотчетным лицом. То есть никаких приходных и расходных кассовых ордеров в случае, если он снимает наличные денежные средства, оформлять не нужно. Кстати, это одна из распространенных ошибок, которые встречаются при аудите организации. До того момента, пока сотрудник не представит нам авансовый отчет и не приложит к нему документы, подтверждающие операции по карте и подтверждающие, возможно, иногда даже целевое их использование, денежные средства считаются выданными в подотчет. Только после того, когда сотрудник предоставит нам отчет со всеми документами и его утвердит руководитель, возможно, расходы, которые он понес, у нас будут учтены при исчислении налога на прибыль и учтены в затратах. До этого момента, опять же, как бы, подчеркну, что мы денежные средства учитываем в качестве дебиторской задолженности. Хочу обратить ваше внимание на те документы, которые должны быть приложены в качестве подтверждения целевого использования расходов, совершенных с использованием пластиковой карты. Какие это должны быть документы? В том случае, если имеет место безналичная оплата, то помимо слипов, подтверждающих движение денежных средств по карте, необходимо приложить бланк строгой отчетности или кассовый чек. Напомню, что бланк строгой отчетности должен содержать обязательные реквизиты, поименованные в подпункте 3 положения Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года номер 359. И в ряде случаев бланк строгой отчетности будет выполнять еще и роль подтверждающего документов произведенных расходов, не только как платежное средство. И в ряде случаев бланк строгой отчетности будет являться первичным документом для признания расходов при расчете налога на прибыль или единого налога на упрощенной системе налогообложения, например, при оплате проживания в гостинице. В случае отсутствия надлежащим образом оформленного бланка строгой отчетности или оформления его с нарушениями, в расходы произведенные затраты не могут быть учтены. Такой вывод был сделан в письме Минфина Российской Федерации от 16 октября 2009 года за номером 03-03-06-1-666. В том случае, если вместе со СЛИПом сотрудник приложит кассовый чек, то понесенные расходы могут подтверждать первичные документы. Это может быть счет фактура и иные документы, оформленные в соответствии со статьей 9 Федерального закона о бухгалтерском учете. Это могут быть как унифицированные формы, например, ТОРК-12, когда мы приобретаем с вами товары или материалы для хозяйственной деятельности, так и документы, не приведенные в альбом унифицированных форм. Но при этом содержащие обязательные реквизиты, которые предусмотрены в законном о бухгалтерском учете. Например, может быть составлен акт выполненных каких-то работ, либо оказанных услуг. Еще раз хочу подчеркнуть смысл, что на территории Российской Федерации оплата, произведенная пластиковой картой, помимо СЛИПа, должна быть подтверждена либо бланком строгой отчетности, либо кассовым чеком. Классический СЛИП, который выдается при транзакции в терминале, может отсутствовать, например, при оплате электронных проездных билетов на поезд или самолет через интернет. Например, если ваши сотрудники приобретают электронный билет через интернет, они должны будут предложить распечатанный электронный билет по форме, утвержденной приказом Минтранса Российской Федерации. В письме Минфина Российской Федерации от 4 июля 2011 года за номером 03-03-07-24 сказано, что приобретение работникам электронного билета в качестве документа, подтверждающего произведенную оплату, может быть чек контрольно-кассовой техники, СЛИПы, чеки электронных терминалов при проведении операций с использованием банковских карт, подтверждение кредитного учреждения, в котором работнику открыт банковский счет при проведении операций по оплате электронного билета, а также другой документ, подтверждающий произведенную оплату перевозки, оформленной на утвержденном бланке строгой отчетности. И также в этом же письме Минфина Российской Федерации подтверждает о том, что электронный документ будет являться основанием для того, чтобы признать стоимость перевозки в расходах. Напомню вам, что если сотрудник отправляется в командировку по территории Российской Федерации, то мы в обязательном порядке должны на него оформить командировочное удостоверение. И если сотрудник ваш воспользуется авиационным транспортом, то к электронному билету в качестве подтверждения того, что поездка состоялась, он должен предложить посадочный талон. В том случае, если по каким-то причинам ваш сотрудник утерял посадочный талон, расходы эти можно сохранить, если вы обратитесь к авиоперевозчику и попросите у него справку о том, что действительно такого-то числа, по такому-то электронному билету состоялся перелет. Если расходы произведены на территории иностранного государства, они должны быть оформлены в соответствии с обычаями делового оборота. Как правило, это менее формализованные документы, в отличие от документов, которые оформляются по действующим правилам Российской Федерации. Сотрудник может предложить к СЛИПу инвойс или счет-чек. В ряде стран кастовый чек вместе со СЛИПом не выдается. Главное, на что хотелось бы обратить ваше внимание. Документы, составленные на иностранном языке, должны иметь посрочный перевод на русский язык. Причем перевод может сделать любой сотрудник в организации, у которого должностные обязанности, это перевод документов как раз и предусмотрен. Причем перевод может сделать сотрудник организации, если такая функция предусмотрена в его должностных обязанностях. Еще хочется обратить внимание на получение суточных. При направлении сотрудника в командировку ему выплачиваются суточные. Причем на сегодняшний день размер суточных для цели исчисления налога на прибыль не ремитируется. Организация вправе сама своими внутренними распределительными документами установить любой размер суточных. Как правило, суточные устанавливаются в пределах 700 рублей по территории Российской Федерации и 2,5 тысяч рублей по территории иностранного государства. Этот лимит, я напомню вам, он взят позаимствованно бухгалтерами из главы 23 Налогового кодекса «Налог на доходы физических лиц». То есть в пределах указанных сумм выплаты суточных не облагаются налогом на доходы физических лиц. Многие организации утверждают именно такой лимит. В том случае, если сотрудник пользуется корпоративной картой, он может и вправе снять суточные через банкомат. Еще, если позволяют технические устройства суточные, он может перевести в безналичном порядке с корпоративной карты на свою личную карту, например, на ту, с которой получает заработную плату. И эти операции, связанные с получением суточных либо наличными, либо путенок перевода, имеют смысл произвести до возвращения сотрудника из командировки. Особых сложностей в учете в данном случае, как правило, не возникают. Несколько сложнее обстоит дело, когда командированный сотрудник снимает наличные денежные средства на территории иностранного государства с рублёга карты. В банкомате иностранного государства он получит иностранную валюту, то есть имеет место конверсионная операция. Фактически это означает, что организация или предприниматель, поскольку счет корпоративной карты мы говорим, что оформлен именно на юридическое лицо или предпринимателя, приобретает иностранную валюту. В соответствии с ПБУ-3-2006, активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, для отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности, подлежат пересчету рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации. Но, как правило, банк продает валюту, тем более через банкомат, по курсу, значительно превышающим, чем курс Центрального банка. Поэтому получается, что задолженность сотрудникам мы признаем на дату снятия и наличных денежных средств по курсу Банка России. А разницу между курсом Банка России и курсом Банка, который имитировал карту, должна будет учитываться в составе прочих расходов. Согласно ПБУ-3-2006, пересчет признаваемых расходов производится по курсу на дату утверждения авансового отчета. Однако, выданные под отчет денежные средства, снятые под отчетником через банкомат, можно рассматривать как выданные авансовые платежи. В этом случае, в соответствии с абзацем 2 пункта 9 и пункта 10 ПБУ-3-2006, пересчет этих сумм на отчетную дату и на дату утверждения авансового отчета не производится. То есть, расходы признаются по тому курсу, по которому работник получал эти денежные средства. Это также справедливо и для цели налогового учета. В соответствии с абзацем 2 пункта 10 статьи 272 Налогового кодекса, расходы при выдаче авансов в иностранной валюте пересчитываются в рубли по официальному курсу Банка России на дату перечисления авансов. То есть, переоценка задолженности по счету 71 в иностранной валюте, как в бухгалтерском, так и в налоговом учете, ни на отчетную дату, ни на дату утверждения авансового отчета не производится. Коллеги, конечно же, те моменты, которые я рассказал, достаточно базовые. И на практике, скорее всего, у вас будет возникать достаточно много вопросов. Я надеюсь, что вы сможете свои вопросы, которые связаны с банковскими картами, адресовать в редакцию журнала «Главбух», в систему «Главбух», и мы с большим удовольствием на них ответим. А я хочу поблагодарить вас и организаторов за предоставленное нам время и уделенное внимание. Всего доброго, спасибо.